Мех, как и бриллианты, всегда значатся в верхних строчках списка предметов роскоши. В последнее время дизайнеры все чаще используют летящие валаны, воздушный крой и всевозможные детали, что создает впечатление роскошного платья из меха. Она оригинальна тем шубой, что шиншилла представлена в такой холодной гамме на белой норке. И достаточно в классическом варианте, в богатом, роскошном варианте. Но под эту шубу нужна такая тонкая, хрупкая, изящная девушка. Мне представляется в этой шубе такая роскошная сексуальная блондинка. То есть рысь такой очень сексуальный мех, но при этом цвет такой натуральной норки, цвет такой капучина, очень нежная, в целом такая нежная сексуальность, скажем так, шуба. Особую изысканность придают ремни, вышивка или стразы. Представители самого остального и есть русского стиля во всех ее проявлениях. Это камни, это соболь, это юбка с валанами, это рукава. Поэтому это девушкам, кто очень почитает, очень гордится тем, что она русская женщина. Но еще, конечно, немаловажно играет расположение камней, не располагается возле лица, но очень роскошно мехи, поэтому это всегда будет акцентировать внимание на ухоженное лицо, на красивую бархатистую кожу, на настроение. Ну и вообще это будет работать на обру. Это уже такой европейский стиль, то есть это рукава валанами, это очень такой изящный подол, норка черный бриллиант и соболь. То есть европейская шуба, европейское пальто, которое будет всегда актуальной. Белое классическое пальто, как из стриженной норки, так и классическая норка. Актуальный вариант, всегда она будет актуальной. Единственное, что посоветовала бы я девушкам, все же тоже хрупким, потому что белая норка, она все равно увеличивает. Тем более в этой шубе встречается рельеф, поэтому нужно будет аккуратно при выборе, нужна определенная фигура. Такие шубки помогут создать неповторимый образ как для чувственной и романтичной, так и для роковой женщины.